Друзья, всем привет. Давайте потихоньку начинать наш Smart Mail Meetup. Возрождаем давнюю традицию. Последний раз в таком формате мы проводили большие мероприятия еще до пандемии. И вот оффлайн формат возвращается. Вот мы снова собираемся в офисе, чтобы обсудить, как мы делаем, рассказать и обсудить, как мы делаем наши продукты. Давайте я вам сейчас вводное слово, расскажу немного лирики, зачем мы здесь собрались, и немножко физики, какой формат нас обсуждает и что мы будем сегодня делать. Во-первых, очень приятно столько лиц, столько глаз сегодня видеть вечером в пятницу, когда на улице плюс 20. И для многих, я думаю, был выбор сегодня сидеть на летней веранде с друзьями или слушать, как мы делаем машинное обучение. Дико приятно, что чаша весов с машинным обучением перевесила. Классно, что вы здесь. И спасибо вам огромное, что вы пришли. Это была немножко такая лирическая история. Что я еще хотел сегодня накинуть? Помимо возрождения формата, смотрите, какие дела. Когда мы планируем какое-то мероприятие, всегда мы задаемся вопросом, куда мы хотим продвинуться, к чему мы хотим прийти, зачем мы тратим на этот ресурс и что у кого изменится после митапа или любой какой-то активности. Смотрите, какие дела. Мне кажется, сейчас мы живем в эпоху команд. Технологии настолько усложнились, область человеческого знания настолько разрослась, что сегодня только команда, причем довольно большая, квалифицированная, может сделать какой-то значимый и весомый продукт. Кажется, мое субъективное мнение, я его не навязываю, но кажется, что время главных инженеров постепенно уходит. Почему важно говорить о команде? Чтобы ее построить, надо уметь строить горизонтальные связи, быть открытым, уметь обмениваться опытом. Это то, что мы взращиваем, культивируем себя внутри, и этот митап, мы попытались в него привнести вот эти смыслы, быть открытыми, строить горизонтальные связи и делиться своей экспертизой. Поэтому сегодня мы будем рассказывать, как мы делаем наши технические системы в продакшене, но при этом в конце будет секция, посвященная нетворкингу. Не стесняйтесь, подходите, знакомиться, спрашивать, как что у нас устроено, как у нас выстроены процессы, как у нас выстроен продакшен, постпродакшен, как мы решаем какие-то проблемы, как мы принимаем решения. Если здесь есть руководители, можно обсудить не только ML, но вообще, как мы работаем, как мы растим людей, как мы растим руководителей, как мы строим процессы, как делать ML вовремя, это тоже отдельная задача. Пожалуйста, можно нас ловить в перерывах и в нетворкинге, задавать любые вопросы. Небольшой спойлер. Как правило, мы не рассказываем про абсолютные цифры, но с радостью расскажем вам все проценты, какие только можно. Такая история, вот поэтому мы здесь сегодня собрались и хотим двигать вот такие смыслы в сообществе. Теперь немножко физики. По таймингу у нас сегодня, ну мы на 10 минут позже начинаем, три часа, три доклада и, собственно, три спикера. Расскажем про антиспам, как мы автоматически обучаем наши системы, расскажем про умную почту, как мы работали с большими языковыми моделями и расскажем, конечно же, про нашу прекрасную систему безопасности, как мы анализируем поведение пользователей и как мы находим взломанные аккаунты. Два доклада, потом небольшой перерыв. Доклады по 40 минут, 30 минут на доклад, 10 минут на вопросы. Два доклада, потом перерыв 30 минут, последний доклад. И дальше у нас для самых стойких до 9 вечера будет нетворкинг. Пожалуйста, можно собираться в группу по интересам и обсуждать всякие классные вопросы. Все, на этом я закругляюсь. В вводном слове все, что я хотел сказать, я сказал, поэтому давайте переходить к смысловой части. На этой мажорной ноте я передаю слово Маше Марии Анисимовой. Она руководитель команды машинного обучения антиспама. И вот она расскажет про нашу прекрасную автоэмель, как угнаться за спамерами пользователя. Маша, пожалуйста, слово тебе. Спасибо. Всем привет. Рада всех сегодня видеть. Как сказал Саша, меня действительно зовут Маша. И буду рассказывать я про ансамбль из автоэмель. Но перед тем, как перейти к докладу, давайте немножко познакомимся с антиспамом. Я попрошу вывести нам презентацию. Отлично, спасибо. Вот, познакомимся немножко с командой антиспама. Это вот те люди, которые помогают защищать почту от спама при помощи разных ML-технологий, делают очень много крутых штук. Вот, и одна из них — это как раз-таки наш автоэмель. Как вы видите, название здесь поменялось — self-ML. Давайте немножко разберемся, что такое, в чем вообще разница. Что такое автоэмель по общепринятому пониманию? Да, это какая-то система, в которую вы вгружаете свои данные, и дальше она за вас уже делает фичи инжиниринг, подготовку данных, выбор алгоритмов, вплоть до того, что выберет за вас регрессия, классификация нужна, что-то либо еще. И на выходе вы уже получите какие-то конкретные предикты, какие-то результаты, что такой-то алгоритм дает такой-то результат. И в целом вы можете что-то дальше с этим делать. Что такое автоэмель у нас? У нас это так называемый self-ML. Его основная задача — это не получение какой-то новой системы, а поддержка уже существующего классификатора. То есть основная задача у нас — собрать данные, как-то их подготовить, переобучить или дообучить уже существующую систему. То есть основное отличие, что у нас уже система существует. И провести какую-то валидацию. Ни в коем случае модель без валидации мы никуда не выпускаем. И выкатить модель production. То бишь здесь у нас на выходе мы уже получаем модель впротив. Давайте поговорим про цели. Зачем вообще нам это нужно? Основное — это успевать за изменчивостью. У нас быстрый темп жизни, быстро меняется распределение данных. Причем оно может меняться и из-за сезонности, и из-за каких-то внешних факторов. Также, как правило, в больших системах очень часто меняются признаки. Система постоянно видоизменяется, дорабатывается, улучшается. И какие-то признаки у вас протухают, какие-то признаки вы заводите новые. И появляется та самая рутина, что вам надо опять переобучить модель, чтобы добавить признак. Опять переобучить модель, чтобы что-то убрать. Представьте, как было бы круто, если бы это можно было делать автоматически. И одна из целей — это передавать текущую систему эксплуатацию аналитикам. То бишь фактически передавать эту систему людям с экспертизой в этом домене. Поскольку мы молодцы, мы умеем готовить технологии, но все равно экспертиза, как правило, собрана у аналитиков, у людей, которые непосредственно работают с этими данными. Поэтому как только вы им передаете эту систему, они уже понимают, какие признаки куда добавлять. И ваш классификатор живет гораздо лучше жизни. Давайте немножко поговорим про сценарий применения. Где вообще это применимо? Самое основное — это, наверное, очевидно, антиспам. Да, поскольку спамеры адаптируются у нас очень часто. Буквально по несколько раз на дню. Поэтому мы модели постоянно добычаем, добычаем в автоматическом режиме. Поскольку если вы вдруг добучили модель, выкатили ее в продакшн и оставили на какое-то продолжительное время, можете вернуться посмотреть свои метрики. В принципе, никаких детектов вы уже там не увидите. Вот, поскольку спамеры уже успеют вас обойти. Вот, но не антиспамом единым. На самом деле это может быть полезно еще и для саппорта. Да, допустим, мы автоматизируем первую линию техподдержки. То бишь наша основная задача — это по заявке пользователя понять, с чем у него проблема. Да, то бишь у нас такая некая многоклассовая классификация. И казалось бы, зачем здесь self-email? Ну, вроде все понятно. На самом деле в саппорте очень часто меняется распределение данных. Как минимум, потому что у нас выкатываются какие-то новые фичи. Выкатывается какая-то новая фича. Что делает пользователь? Он первым делом идет в саппорт и говорит, вау, классная фича, а пользоваться-то как ей? Или вау, какая новая кнопка, а что будет, если я ее нажму? Вот, поэтому все это автоматически идет в саппорт. Распределение меняется просто каждый день. И здесь у нас тоже self-email будет полезен. Где еще он может быть полезен? На самом деле в продукте. В продукте, например, задачи категоризации писем. Допустим, вам приходит письмо. Нужно понять, это заказы, чеки, аккаунт, какие-то рассылки. И казалось бы, ну здесь-то все стабильно. Рассыльщики у нас с вами одни и те же. From все тоже обычно не меняется. Но рассыльщики ведь тоже улучшают свои системы. И поэтому периодически меняются и тексты писем, периодически меняются и from. И поэтому auto-email, он же self-email, в задачи продукта тоже полезен. И, собственно говоря, давайте посмотрим на наш pipeline. Первый пункт это у нас сбор данных. Да, но здесь вроде более-менее понятно, на чем-то нам модель учить нужно. Алгоритм обучения. Выбор лучшего кандидата, поскольку у вас все равно есть какие-то гиперпараметры. Вот, и выбрать лучшего как-то придется. И этап оботестирования, да, как же нам протестировать модели, полученные в автоматическом режиме. Как-то так выглядит весь pipeline у нас в антиспаме. Да, вот у нас подготовка данных происходит в Airflow. Да, всякие SparkJob у нас запускаются, собирают данные. Вот, дальше у нас идет этап обучения моделей. Это уже кубфлол. Да, у нас там очень удобно есть GPU-кластер. Вот, можно, если вам для модели требуется GPU, вообще не вопрос, подключайтесь, учитесь на GPU. Вот, и следующий этап, этап тестирования. Это уже наша разработка сервиса МРАСАВЭ. Ему говоришь, какую модель, в какой тест. Дальше этот сервис сам прекрасно понимает, что, куда нужно катнуть, следить за метриками вашей модели. И если вдруг что-то случается, сервис понимает, что по метрикам что-то идет не так, он эту модельку откатывает, прото у вас спасен, вот, причем без каких-то человеческих вмешательств. Это наша схема в общем. Теперь пойдемте по каждому пункту в отдельности. Сбор данных. Ну, здесь, кажется, все просто, да. Парсим логи, да. У нас, понятно, есть какой-то автоматический фидбэк от пользователя. Вот, мы его собираем в Hadoop. Помимо автоматического фидбэка у нас еще есть ручной. Вот, и это на самом деле то, чем не стоит пренебрегать. Если вдруг у вас есть источник данных, кто-то руками из саппорта, допустим, приносит вам образцы спавных писем. Их тоже можно и нужно забирать. В нашем случае мы делаем это через Jira. То бишь нам ставят таски, мы их обкачиваем и дальше уже как-то джоним с нашими логами. Вот, после того, как мы собрали все данные, у нас идет понятный этап – фильтрация. Да, поскольку чистого фидбэка в природе не бывает. Дай бог, чтобы у него вообще какое-то приличное качество было, хотя бы в районе 80%, но обычно и такого не бывает. Поэтому, естественный этап у нас идет – фильтрация. Да, учиться все-таки нужно на чистых данных. Что здесь можно по пунктам выделить? Самое простое, если вы знаете какие-то эвристики для плохих точек, можно их смело сразу применять. Не знаю, если вы знаете, что какая-то комбинация признаков точно не может давать такой таргет, фильтруйте их сразу. Вот, как бы, нечего данные тащить. Можно заводить email-фильтры. В целом, как бы, все-таки email-команды. Да, никто не мешает взять вам фидбэк, разметить, добычить на нем модельку. Ну, причем у вас модель будет гораздо большим объемом признаков, чем на старте, да, и гораздо больше возможностей. Вы уже сможете постфактум посмотреть и какие-то кластеризации, да, и какие-то общие признаки. За счет этого у вас пройдет фильтрация на основе email. Вот, как только вы выбрали с помощью email доверенные точки, можно их отправлять в обучение. Вот, также еще один такой достаточно простой пункт, это фильтрация на основе скорой текущей модели. Казалось бы, зачем вообще это нужно, вдруг там еще будут, да, какие-то проблемы, что мы сами на себя завязываемся. Но бывает ситуация, что у вас сложный домен. Обычно хорошо под пример подходит фишинг. Отличить фишинговое письмо от обычного достаточно сложно. Да, даже нам с вами, людям, которые там более-менее в курсе происходящего, знают, что фишинг вообще бывает. А теперь представьте, что мы просим пользователя отличить фишинг от спама. И тут у пользователя просто ломается как бы все мировоззрение, как это фишинг можно отличать от спама. Вот, мы в таких ситуациях подстракуемся еще скором классификатора, то бишь отфильтровываем письма, которые заведомо нам не подходят. Мы знаем, что там заведомо есть ошибка в фидбэке. Вот, все это можно использовать. А после того, как мы профильтровали данные, у нас сбор закончен, мы переходим к алгоритму. Давайте сначала сформулируем какие-то требования, что вообще мы от него хотим. В первую очередь мы хотим преемственность. Да, чтобы новая модель не отличалась сильно от предыдущей, отличалась на какую-то совсем небольшую дельта. Зачем это нужно? Да, я думаю, многим знакома ситуация, что вы учите модель локально на каком-то срезе данных, выкатываете их в продакшн, в продакшн и все взрывается. Красивая картинка, да? Почему такое происходит? Поскольку мы учимся на небольшом кусочке данных, не на всем потоке, поскольку весь поток, во-первых, не разметить, во-вторых, на одну машину, как правило, не загнать. За счет того, что мы учимся на срезе, не видим все распределение, у нас потом могут быть сюрпризы. Вот чтобы сюрпризов не было, здесь нам поможет преемственность. Еще для чего нам она поможет? На самом деле для сохранения исторических паттернов. Поскольку в антиспаме это особенно актуально, да, у нас спамеры любят, вот у них есть какой-то паттерн спам, антиспамеры пошлют один разочек, другой, потом полгода он отлежится, через полгода они пришлют его снова. Вот, мы хотим быть к этому устойчивыми. Вот, выучивать, естественно, новые паттерны, иначе как бы зачем нам AutoML. И, да, конечно же, алгоритм должен подходить под собранный объем данных, поскольку, да, от задачи-задачи у вас объем новых данных, на которых вы можете обучаться, обычно разный. Хорошо, если он достаточно большой, а бывают ситуации, когда у вас объем фидбэка, ну, совсем крошечный, да, там каждая точка просто идет на вес золота. Да, в таком случае, очевидно, вам какой-то типичный алгоритм уже не подойдет, его надо как-то оптимизировать. И последний пункт, скорее опциональный, да, это возможность добавления и удаления признаков. Представьте, как было бы классно, если у вас из коробки будет работать просто как бы по щелчку какое-то добавление признака, удаление признака, вот, и вам останется просто нажать кнопку «Добавь такой признак». Так, это наши требования. И теперь небольшой экскурс в историю. Давайте вспомним линейные модели. У всех они, наверное, когда-то были, вот, в том числе и у нас. И в том числе для линейных моделей мы тоже заводили AutoML. Вот как это было? Мы взяли новые данные, да, обучили на них модельку, да, уже существующую с небольшим learning rate, и что мы получили? Получили то, что получили, да, что у нас было и переобучение на новые данных, и теряли в метриках на старых, и, в общем, короче, все шло наперекосяк. Вот. Но в линейных моделях все это можно пофиксить. Фиксилось это примерно какой-то таким страшным лоссом. На самом деле выглядит он страшно, но весьма понятен. Да, то бишь мы регуляризуемся на веса старой модели, да, то бишь мы не хотим, чтобы, во-первых, они сильно отличались, да, и не хотим, чтобы у нас предсказания, собственно говоря, на старых данных, на старом датасете как-то сильно отличались. Поэтому мы добавляем такую регуляризацию. Что мы хотим на новых данных, да? На новых данных мы хотим, чтобы модель училась. Вот, собственно говоря, лосс такой есть. И хотим, чтобы новые веса, да, если вдруг мы добавляем какие-то новые признаки, у нас тоже как бы не сильно меняли предсказания. Вот. Но благо прогресс не стоит на месте, да, мы идем в бусинги. Давайте сначала рассмотрим задачу, в которой мы хотим их применить. Давайте на примере антиспама. Что у нас вообще есть? У нас, как правило, всегда большое количество табличных данных, да, текстовые признаки, куда без них, сложные факторы тоже у нас есть. Вот. И поверх всего этого у нас работает градиентный бустинг. Немножечко про сложные факторы, да. Вот на схеме можно видеть вот такие вот нейроночки. Что это фактически, да? Это какая-то нейроночка, которая работает, может быть, поверх текста, может быть, поверх текст плюс какие-то признаки, да, и у нее на выходе идет вероятность принадлежности к какому-то классу, да, какая-то такая достаточно сложная фича. Вот. Все это мы подаем в бустинг. И встает вопрос, а как это вообще-то обучать? Да, потому что вообще говоря, когда такая сложная система, хочется учить все, да, и хочется действительно учить все это end-to-end. Вот. Это как вариант, действительно, он есть. Вот. Но можно в целом зафиксировать наши сложные факторы, да, вот эти нейроночки один раз как бы зафиксировать и оставить, и учить только верхнеуровневую модельку. Давайте про каждый немножко поподробнее. Если мы будем учить end-to-end, что у нас тут хорошего? Хорошее у нас то, что добучаются сразу все факторы. И это классно. То бишь вы вообще неограничены. Вы знаете, что у вас как бы модель неограничена. Нам можно, условно говоря, выучить там все, что в нее заложено. Вот. Но тут есть очень много технических неприятностей, да. Во-первых, если у вас один фактор используется в нескольких системах, это означает, что у вас одна модель превращается в N. Вот. И представьте, вам нужны эти N модели будут инферит вместо одной. Хорошо. Допустим, мы это сможем побороть. Вот. Есть еще одна техническая неприятность. Нужна синхронная выкатка. Да. То бишь вы не сможете выкатить бустинг, не адаптировав какие-то факторы под нее, и наоборот. Поэтому у вас еще должна быть техническая возможность выкатывать все это вместе. Вот. И звучит, на самом деле, достаточно неприятно. Вот. Поэтому мы, на самом деле, для себя пока решили, что в этот путь мы не идем. Мы идем в на обучение верхнего уровня бустинга. Вот. Ну, вот тут понятный минус, что мы не учим факторы. Но мы независимы от других систем. Поверьте, независимость от других систем это большое дело. Когда вы обновляете какую-то одну систему, вам не нужно бежать и обновлять 10 штук еще рядом. Поэтому независимость – это, на самом деле, большой плюс. Собственно говоря, допустим, мы дообучаем бустинг. Как же его дообучить? Напоминаю, мы хотим преемственность. Давайте, чтобы сохранить преемственность, возьмем текущую модель, так как вот количество деревьев у нас же там есть, и добавим в конец еще несколько. Ну, доставим, добавим еще парочку деревьев, как бы, ну, что будет. Давайте попробуем. Возьмем старый датасет, добавим наши новые точки, доучим там, не знаю, 10 новых деревьев. И что мы получим? На самом деле получим тот факт, что у нас новые деревья в конце просто перебивают все предыдущие. Вот, все ваши предыдущие результаты, можно сказать, потертые, непонятно, что вообще происходит на данных. Вот, на новых данных-то она, наверное, что-то выучила. А на старых, на самом деле, скоры тоже сдвигаются, и получается преемственности, то у нас как таковой нет. Вот, нельзя удалять фичи, поскольку, да, если фича уже залетела, то ее просто так не вытащишь. Но зато модель видела старые паттерны. Да, возможно, она и сохранит, но вот за счет вот этого хвоста, который у вас перебивает все наши предыдущие результаты, это может и не случиться. Но не расстраиваемся, у нас есть второй способ. Да, мы можем учить с нуля, с какой-то регуляризацией, да, на скоры стейбл модели, да, так называемая дистилляция. Давайте попробуем. Возьмем большой сэмпл, да, возьмем новые данные, и дальше сделаем следующим образом. Таргет на сэмпле у нас будет скоры стейбл модели, а на новых данных у нас будут хардвейбы, да, то бишь на основное распределение мы хотим сохранить, на новых данных мы же хотим выучить их, поэтому ставим хардвейбы. Учим модельку с нуля, вот. И на самом деле этот подход работает, работает неплохо, если у вас небольшое количество новых данных. Если вы хотите достаточно много нового привнести в модель, то такой подход немножечко будет расшатывать, в этом давайте попробуем сделать гораздо большую преемственность, да, таргет на новых данных немножечко поменяем. Будем учиться не на хардвейбл, да, а на скоры стейбл модели плюс какое-то дельта. Да, не сразу прибирать к верхним и нижним границам, к единичкам и ноликам, а как-то потихонечку сдвигать. Может показаться, что такой подход не даст какого-то вам профита, чтобы выкатить изменения, увидите, это не так, поверьте. Вот, у вас будет потихонечку подтягиваться все в нужную сторону, это будет контролируемо, вот, и за несколько от обучения вы уже подтянете приличное количество. Да, ну и, собственно, из плюсов, да, у нас преемственность. За счет того, что мы учим с нуля, мы можем запросто добавлять и удалять фичи, вот, и это прекрасно. Вот, единственное, мы здесь теряем, как формально теряем, мы не видим старые паттерны, но за счет того, что у нас достаточно сильная преемственность, да, мы регулируем на сэмпл, на новых точках скорей не сильно двигаем, старые паттерны мы в этой ситуации не забудем. Вот. Поехали дальше. И это у нас была задача антиспама, да, мы с вами научились добучать бустинг. Давайте попробуем применить это к задаче саппорта. С чем мы здесь вообще имеем дело? Да, у нас основной контент в саппорте текстовый, да, у вас может быть два абсолютно одинаковых пользователя с точки зрения каких-то флагов, да, того, что они делают в почте, но один будет увлекаться написанием писем своим друзьям, и у него будут проблемы с почтой. Второй пользователь будет смотреть видосики где-нибудь в облаке, вот, у него будут проблемы с облаком, а во всем, получается, у вас единственная разница будет в тексте, все остальное пользователь будет совпадать. Вот, но тем не менее категориальные признаки какие-то у нас тоже есть, в каких-то случаях они нам даже помогают. Вот, и напомню, что здесь у нас задача многоклассовой классификации. Давайте попробуем здесь применить бустинг. На самом деле, когда мы пришли к этой задаче, встал первый вопрос, что делать с текстовой составляющей. Мы решили, что у нас есть, да, в антиспаме хороший текстовый эмбэддинг, обученный на письмах, но почему бы и нет, мы решили его применить в саппорте, и даже без каких-то оптимизаций он уже давал неплохое качество. Вот, но, поскольку все равно основная история здесь текстовая, да, мы обучили автоэнкодер, и уже выход автоэнкодера, да, подаем в бустинг. Вот, это нам дало достаточно большой профит. Вот, и когда пришла пора ставить всю эту историю на рельсы автоэмбэдинг, мы поняли, что на самом деле бустинг-то здесь не самая лучшая история. По той простой причине, что мы фиксируем свой основной профит. Мы знаем, что основной профит у нас в тексте, а мы его при обучении зафиксировали и не трогаем. Вот, поэтому мы в саппорте быстренько перешли на нейронки. Вот, ну, с обучением нейронкам здесь все сильно проще. Да, мы хотим преемственность. Берем старую модель, стартуем с ее весов, вот, учимся низким learning rate, там несколько эпох, вот, и идем дальше. Получается, здесь преемственность у нас сохраняется. Старые паттерны, да, у вас старые веса же сохранены, старые паттерны, она помнит. Можно добавлять и удалять новые классы. Да, известный прием в нейронках, если у вас сверху есть какие-то головы, да, можно голову срезать, условно говоря, добычить ее заново. За счет того, что у вас есть какая-то мощная тушка до этой головы, у вас все прекрасно переобучится по новой. Вот, но нельзя добавлять и удалять фичи. К сожалению, это так. Вот, для добавления и удаления приходится учить новую модельку, да, здесь встилляции наскоры, вот, но во всем остальном добучение нам подходит. Мы научились добучать нейронки. Давайте попробуем натянуть теперь их на классификатор фишинга. Немножечко еще про задачи, да, поскольку от самой задачи, от специфики будет сильно зависеть алгоритм. Что у нас здесь есть? Традиционно, да, большое количество табличных данных, текстовые признаки. Вот, единственная здесь новая особенность, и это то, что здесь сложно собирать точки, просто потому что, да, фишинг, в принципе, отличить достаточно тяжело. Вот, работа здесь нейронка. Да, кстати, если вы хотите потренироваться, отличать фишинг, то вот пример фишинга, вот, под госуслуги. В целом, если не рассматривать, то можно смело перейти, оплатить, и деньги уйдут мошенникам. Вот, но не будем поддаваться. Смотрите, как мы здесь устроили до обучения. В целом, идея такая же, да, все основное. У нас есть флосс на старом дата-сете, да, мы стараемся всячески модель прибивать к скорам прошлой модели, чтобы она не сильно отличалась. Но за счет небольшого количества данных мы ей развязываем руки на новых. На новых данных мы вообще ее не регулируем, мы говорим, учись, пожалуйста, на здоровье. Вот, это на самом деле не единственная здесь особенность. Есть еще вторая особенность. Да, за счет того, что как бы train, test, validation, да, сплит никто не отменял. А данные, да, на тест как-то очень жалко отдавать, когда вы их собираете там большим трудом. То здесь получается следующее. Что мы делаем? Да, мы делим на фолды, да, ка-фолд валидации у нас. На каждом фолде выучим модельку. И честно их валидируем. Все у нас получается, пока подбираем гиперпараметры. Вот, все, мы знаем на каждом фолде, какая модель лучшая. Вот, а дальше мы берем и усредняем их веса. Вот. Чтобы просто на самом деле сохранить информацию о всех данных. Если интересно подробнее, то здесь есть QR-код. Он ведет на статью на хабре, где это все подробнее описано. Мы пока поедем дальше. Поехали в антибот. Немножечко посмотрим на бустинги. Да, смотрите, здесь у нас тоже, что важна скорость реакции, да. Это самое основное, вот. И в том, что у нас паттерны очень быстро меняются. Здесь у нас тоже гранитный бустинг в виде катбуста. Учим, и в целом идея такая же, да, дистиллируем на историческом датасете. Вот, единственное, здесь у нас отличие, мы очень следим за скоростью. Скорость обречения у нас полностью буквально один час. Вот, на графике можно посмотреть, как быстро под нас адаптируется. То есть вы видите, да, выкатили модель регистрации у поля, прошло буквально пару часов. Снова у нас боты пришли. Вот, мы проговорили про кучу алгоритмов, поняли, что у нас в целом идеи-то везде одинаковые, да. Алгоритмы-то немного друг от друга отличаются, и встают вопросы, почему мне сделать единую какую-то систему, да, большую, универсальную. Вот, звучит красиво, но как только вы идете в реализацию, вы сталкиваетесь с тем, что у вас появляется множество астракций, и вообще после этого вы просто не можете разобраться, как завести там новую модель, и поэтому идея хорошая, вот. Но реализация здесь достаточно сложная, поэтому тут стоит в первую очередь подумать, имеет ли смысл туда идти. Поехали дальше. Прекрасно. Мы дошли до выбора лучшего кандидата. Смотрите, да, у вас есть какой-то перебор, да, говорит, все, что никто не отменял, нужно выбрать лучшую. Если у вас есть понятные, одна, там, две метрики, которые коррелируют с продакшеном, допустим, у нас в саппорте есть полностью размеченный датасет потоковый, он регулярно собирается, вот, мы знаем эти метрики, мы им доверяем, модель проверили, выкатили в прод. Вот, что делать, если у вас куча локальных метрик, каждый из которых как-то коррелирует с продакшеном, вот. В данной ситуации есть на самом деле два выхода. Первый — это взять и обучить какую-то простенькую модель в виде лог-рега на историю успеха, да, то бишь вы знаете, с какими параметрами, с какими метриками было успешно, а с какими нет. Вот, и тем самым вы уже получите какой-то, да, выбор моделей. И единственный минус — оно будет неинтерпретируемо. Вот, будет очень тяжело понять, почему же эта модель лучшая. Вот, ну и никто не мешает в целом выбрать какие-то один раз лучшие гиперпараметры, зафиксировать, вот, главное потом следить, как бы, не протухли ли они. И АБ-тестирование, да, в АБ-тест просто так мы модель не выпускаем. Естественно, как бы первое основное правило должно быть — это проверить ее метрики локально. Напомню, что мы все делаем автоматически, это полностью автоматический pipeline, поэтому первое, что мы делаем — локальную проверку, да, метрики должны быть норм. Вот, дальше идем. Проверить техническое, да, может быть всякое, не знаю, версия питона вдруг не та доехала, но всякое бывает. Смотрите, да, локально мы проверили, а дальше идет техническая проверка. Да, технику вы локально уже не проверите, технику вы можете проверить только в продакшене. Вот, поэтому вам по-хорошему нужно иметь какую-то одну тачку, да, какую-то с продакшен-нагрузкой, вот, либо же какой-то небольшой процент, куда вы можете запустить новую модель, да, чтобы только вот на этом проценте работал, желательно вообще выделено на одной машине. Вот, и проверить. Если там все хорошо, можно ехать дальше, проверять уже логику, да, логическую проверку в продакшене. Локальные метрики мы проверили, вот, но совпадают ли они с продакшеном, вот это непонятно, да. Поэтому мы обязательно выкатываем на какой-то небольшой тоже процент, проверяем, что у нас нету взрывов, да, нету каких-то страшных метрик, и что там в целом-то все хорошо. Вот, это такие три основных этапа проверки, после которых мы понимаем, что вообще модель нормальная, ничего у нас не случилось. На самом деле дальше встает основной вопрос, как это проверять, да, поскольку, ну, слава, все красиво, а как это реализовать? У нас на самом деле продакшен делится на три группы, прям по процентам, вот, я надеюсь, мы увидим сегодня диаграмму, да, которые разделены на у нас 10, 30 и 60 процентов, да, то бишь мы умеем модель выкатывать на 10 процентов тачек, на 30 и на 60. Дальше нам надо как-то замерять метрики, да, поэтому, отлично, супер. Вот диаграмма, почти видно. Да, смотрите, строим метрики по этим группам, и еще добавляем, у нас есть уникальная версия модели, да, уникальный идишник. Ее тоже добавляем и все метрики строим, и смотрите, все проверки стажей у нас автоматически подключаемся, человек подключается только в конце, когда им приходит пуш, модель автоматическая дошла до последнего стажа, вам нужно проверить и проезжать аппрув. Как-то так это выглядит у нас, вот можно по времени смотреть, да, что техническая проверка у нас длится 15 минут, дальше там идет буквально пара часов на логические проверки, дальше мы доходим до 100 значимых процентов, все, модель можно оставлять спокойно, не переживать. Ну и мы дошли до конца, что хочется подсветить, да, что до обучения мы сейчас прошлись по куче разных алгоритмов, мы поняли, что оно везде заводимо, да, и до обучения можно и нужно заводить, да, и самое главное, что у нас подходы, да, основная идея, она переиспользуема, да, то бишь мы прошли с одной идеей про преемственность через все, и везде с небольшими доработками это завели, вот, и, да, то, к чему нужно стремиться, это то, что готовый инструмент, да, можно передавать кому-то в экспертизу, да, кому-то людям с доменной экспертизой, в нас в случае это аналитики. Вот, и на самом деле на этом все, вот, всем спасибо. Маша, спасибо большое. Друзья, рубрика вопросов, мы рассказали, как мы автоматически, да, обучаем модели, так, чтобы руками не страдать над этим. Пожалуйста, у кого что наболело, любой эмельщик, который когда-то что-то дообучал и обетестил, знает, насколько это утомительно. Тут, понимаешь, лечат ГПТ, все учат, а ты сидишь, что-то там обновляешь. Пожалуйста, любые вопросы, чего хотелось узнать, уточнить, ни в чем себя не отказывайте. Давайте, дождитесь микрофона только потому, что запись. Раз, раз. На одном из слайдов был пример с госуслугами. Я не уверен, это была картинка или нет. Скажите, используете ли вы алгосы для картинок какие-нибудь? Потому что бывают картинки, которые могут ввести в заблуждение, и ты спокойно, без задней мысли, перейдешь по ссылке. Да, конечно, картинки мы исследуем. Это тоже как одна из фичей, которая идет в классификатор. Мы, в свою очередь, детектируем лого. Если есть какие-то подозрительные логотипы, то мы передаем этот признак классификатора, и он уже в общей совокупности это учитывает. А логотипы – это звучит как что-то, что в хорошем качестве или небольшого размера? А что если там большая картинка, какая-то, не знаю, возможно, рукописная? Да, смотри, как происходит анализ. Мы не ищем по размеру. Мы берем все картинки, условно говоря, да, прогоняем их через модельку и просто ищем на картинке логотип. Это не обязательно отдельная маленькая картинка. Он может быть уже где-то встроен. Вот. Поэтому мы в целом готовы детектировать его на любой картинке, даже на какой-то большой. Окей, спасибо. Я видел еще две руки. Вот вы были следующей. Я вас запомнил. А потом вы. Вас я тоже помню. А вот такой вопрос по поводу mail spoofing по борьбе со спамом. Это идет отдельной сеткой или нет? То есть mail spoofing – это когда идет подмена адреса отправителя. То есть я просто недавно экспериментировал с этим, ну, как бы число теоретических, об учебных целях. И просто интересно, это в рамках этой же модели или это отдельно, алгоритмическими методами какие-то делаются? Да, смотрите. Во-первых, у нас в антиспаме это только небольшое количество моделей, которые вы видели. На самом деле их там в разы больше. Там большой зоопарк моделей. По поводу спуфинга, пока мы с этим работаем только через какие-то правила. Модель мы на это не строили. Я видел, что вытянули руку с вопросом. Сейчас Виктория Михайловна к вам подойдет. Два вопроса. Спасибо за доклад. Вот такой вопрос. Я нечестно говоря не понял, где у вас разметка. Вы говорили, что вы из логов что-то берете, и есть некий фидбэк. Вот этот фидбэк – это разметка. Ну, вот без разметки же ничего не обучишь. Все так, да. У нас, смотрите, мы собираем логи, фактически нам их размечают пользователи. Они кликают спам, не спам. У нас есть кнопка фишинг, не фишинг. Дальше наша задача – эту разметку профильтровать. То бишь из данных, у которых качество 50%, сделать данные, у которых качество 98+. Это мы делаем разными фильтрациями, в том числе ML-фильтрацией. У нас есть классификатор, называется SaveClick. То бишь мы определяем, точно ли это то самое, на что кликнул пользователь, точно ли это спам или не спам, только после этого забираем его к себе в до обучение. Вот наша разметка. А еще вот вопрос. Тоже не понял, у вас была такая фраза. Маленькие нейроночки и система end-to-end и не end-to-end. Если вы что-то делаете под ключ, зачем вам какие-то чушие нейроночки, если я правильно понял? И не вижу проблемы делать end-to-end, потому что вы можете обновлять сервера, 1% серверов, там какая-то выкатка, когда идет, есть стенд-ин сервера. То есть вот это я, честно говоря, не понял. Ну да, смотри, у нас получается, вот есть, допустим, один фактор, он используется еще в пяти классификаторах. Извините, кем используется? Вообще не вашей командой? Нашей. У нас в антиспаме есть огромное количество моделей. Вот это просто малая часть из того, что есть. Представьте, что один фактор у вас используется в пяти ваших моделей. И это все модели на одном и том же письме. И тут вы можете, конечно, фактор, получается, подключать к каждой из моделей. Но, во-первых, у вас растет сама модель, ее сложность. Во-вторых, вы вместо того, чтобы инферить один раз, вы инферите пять раз. Хорошо, если эта инфериться быстро. А представьте, если инфериться долго, а у вас жесткие тайминги. И дальше получается непонятно. Вообще-то вы внутри каждой системы обновляете этот фактор. А может быть, это неоптимально. Может быть, лучше его обновлять сразу по фидбэку из всех пяти систем. Это тоже нюанс. Вот вопрос, тогда вы сразу пять систем обновляете, потому что делаешь одну систему, у тебя потом четыре отвалились. Тоже плохо. Еще раз не расслушала? Я говорю, ну вот вы говорите, нейроночку эту потюнил под одну систему, выкатил отдельно, а четыре другие потеряли в качестве, допустим. Но они же как бы не рассчитаны на то, что она обновилась. Да, это все так. Поэтому если вы так делаете, то вы должны понимать, что у вас один и тот же фактор разделяется фактически на пять разных. Фактор под эту систему, фактор под эту, фактор под эту. Если у вас несколько систем работает на одном, то это однозначно да. Может быть вы себе в ногу стреляете так? Ну я имею в виду, что вы либо все сразу обновляете, то есть по отдельности вы не можете. Вот как раз таки здесь мы по отдельности можем. За счет того, что… Поняла вопрос. Да, смотрите, мы на самом деле об этом думали. Нас смущает техническая сторона всей этой ситуации, что это надо будет end-to-end учить, выкатывать, обновлять. И поэтому мы в эту сторону не идем. Я понял, вам сервера не дают просто. Что? Сервера не дают просто. Да нет, 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 не в этом дело. Чисто технически вам нужно это как-то одновременно катить. Вот у нас, допустим, есть сервис, он где-то на схеме присутствовал, куба, который раскатывает модели. Раскатка тоже должна быть, получается, вам нужно две сущности раскатить одновременно. И это тоже отдельная инфраструктурная уже задача, которую тоже нужно решать. Поэтому пока остановились на этой ситуации, но возможно в каком-то будущем мы дойдем до end-to-end. Во всяком случае мы в эту сторону смотрим. Коллеги, мне кажется, у вас хорошая дискуссия за кадром назрела, как эксплуатировать факторы в их уровне. Вова, ты хочешь вопрос задать? Ну давай. Да, добрый вечер. Спасибо большое за доклад. Можно, пожалуйста, показать еще раз QR-код на статью на Хабре? Да, если мне сделают презентацию, я обязательно его покажу. Хорошо, будем ждать. Спасибо большое. Да, сейчас показывают, что сейчас что-то будет. Так, ну пока мы ждем презентацию, наверное, можно еще один. Давайте, девушка, пока мы ищем Вов. Мы обязательно дадим тебе QR-код, мы тебя не забудем. Пока есть чуть-чуть времени, пожалуйста, вопрос. Да, добрый день. Правильно ли я поняла, у вас был один слайд про антибиотов, и там был график, на котором было показано взрыв через пару часов. Правильно ли я понимаю, что это значит, что результаты обучения протухают так быстро, что они очень быстро подстраиваются? Или это был график про что-то другое? Нет, нет, график тот. Да, это действительно под нас так быстро подстраиваются плоды. Чем вы связываете это вообще? Думали, почему так происходит? Да, смотрите, вот как бы адаптируется под нас со стороны пользователей, да, антибиот, взломы, что-то такие ситуации, и спама, да, текстовые. Ну, спам, текст, мы научились бороться, там понятны методы борьбы. С точки зрения антибиота, смотрите, там очень большое количество переменных, да, и это может быть и разный юзер-агент, может быть разное поведение, разное еще что-то. Предусмотреть заранее и сделать модель как бы рабастной ко всем этим паттернам вы заранее просто физически, скорее всего, не сможете. Вот. Поэтому у нас, видите, исторически как бы купятся данные, вот исторически сколько мы учим, 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 и все равно находятся лазейки, как можно обойти. То есть это связано с тем, что пока недостаточный объем данных, и вы там ожидаете, что со временем все-таки получится получать более долгосрочные результаты? Ну, слушайте, за счет того, что как бы паттерны мы собираем их большое количество, то, конечно, у нас модель становится более, да, устойчивой. Но практика показывает, да, причем не только наши, но и соседних команд, да, соседних коллег, что вот они тоже борются, они тоже как бы их обходят, и вот у них вечная борьба пока идет. И, в общем, будем надеяться, что когда-то мы научимся предсказывать действия ботов, действия спамеров, но вот пока на текущий момент мы это не умеем. Спасибо. Так, и обещанный QR-код. Давайте, Маша, на твоем этапе сейчас закругляемся с вопросами, но Маша до вечера здесь, ее можно ловить и задавать ей вопросы. Маш, я воспользуюсь служебным положением, я как эффективный менеджер хочу у тебя паттериоризировать своими любимыми вопросами. Давай так, понимаешь, насколько в жизни важна стиральная машинка, когда она ломается, вот как бы, и ты понимаешь, насколько это классный девайс. Давай вот моделируем ситуацию, если автоэмель выключить в антиспайме на неделю, как ты думаешь, сколько ресурсов тебе понадобится, чтобы руками поддерживать парк моделей в актуальном состоянии? Другими словами, как ты думаешь, сколько автоэмель нам ресурсов экономит? Ну так, плюс-минус километр. Да, давайте вспомним, сколько у нас моделей. Как минимум четыре, плюс еще одна, плюс еще саппорт, да, две, как минимум шесть, которые участвуют по плане автоэмеля. Обучить каждую модель, собрать данные, переобучить, проверить, занимают. Если все настроено, да, у вас скрипты готовы, где-то день-два. Теперь давайте умножим это на количество систем и получим сколько? Двенадцать? Да, в районе двенадцать дней, то бишь две рабочих недели у вас уйдет точно. Класс. Как хорошо, что есть автоэмель и можно делать что-то классное. Маш, спасибо тебе большое за классный заклад. Спасибо. Бальзам на мою душу.